Добрый день, дорогие друзья! На этой неделе мы начинаем новые пятикнижия, пятикнижия шмот, имена. Мы закончили книгу Берешит, книга, которая описывает историю наших отцов. И сейчас мы начинаем входить в наше первое изгнание, из которого в итоге мы должны будем выйти, пройти через пустыню, получить Тору, зайти, построить Мешкан. Это, так сказать, завершение еврейского народа. То, что я бы хотел затронуть на этой неделе, в недельной главе шмот, именно в самом начале главы, там перечисляются имена тех, которые вошли в Египет. И Раши на месте приводит медраж, толкование, которое говорит таким образом, что настолько любимы и родны Всевышнему еврейский народ, что так же, как он их перечисляет во время того, как они вошли в Египет, то же самое он их перечисляет при их смерти. И тут интересно проанализировать вот это сравнение между еврейским народом и звездами. Потому что так же, как Всевышний считает звезды, и у каждой звезды есть свое имя, то же самое Всевышний перечисляет каждого из евреев. Это интересный нюанс. Более того, написано, что у каждой звезды есть свое название. Что интересно, был один еврей, которого звали Рафти Кучинский. Он пересчитал по еврейским источникам, сколько звезд есть в мире. Получилась цифра совершенно неимоверная. Один триллион и шестьдесят четыре тысячи триста сорок миллион. Огромное количество звезд. У каждой звезды есть свое имя, свое название. И зачем нужны все эти звезды, объясняет Рабейну Мошехаим Луцату в книге Дер-Хашем, Кутворца, что звезды – это последняя станция, при которой спускается влияние сверху вниз к нашему миру. И нужны эти звезды как переходник для этого влияния. Не может быть, что какая-нибудь малюсенькая, где-нибудь брошенная звезда скажет, что «Извините, дорогие звезды, я очень маленькая, я незначительная, я отказываюсь от своей работы». Потому что такое слово, такое решение может уничтожить по-настоящему весь мир. И то же самое говорит в книге Нефа Шахаим Равхайми Валожин, Равин Валожина, в четвертой главе, что каждый еврей, какой бы он ни был, маленький или большой, каждый его поступок тоже незначительный, если маленький или большой, каждый из его поступков влияет прямым образом на верхние миры. Если это хороший поступок, это улучшает, исправляет, чинит, строит. Если это плохой поступок, наоборот, разрушает, портит и ломает верхние миры. Поэтому каждый еврей, который делает какой-либо поступок, должен знать, что его поступок намного более высомый и никак не может даже приравниться к тому, что сделал Набухаднецар, Набухадоносар и Тит в том, что разрушили храм. Про Тита рассказано, что когда он зашел в храм, он взял с собой развратную женщину, раскрыл свиток Торы и спался с этой женщиной в святая святых. Такой страшный поступок не приравнивается к малейшему, малейшему грешку еврея в этом мире. Это то, что мы учим от наших мудрецов по отношению к звездам, по отношению к еврейскому народу. Как притча к этому, чтобы почувствовать и ощутить вот это вот сравнение, хотел бы рассказать историю. был один композитор, известный, известный композитор. И один репортер решил написать про него книгу. Раз в неделю они встречались у композитора дома и беседовали. Репортер записывал себе какие-то темы, которые он бы хотел расширить в своей книге. И так они встречались каждую неделю. На одной из встреч композитор говорит этому репортеру, что я очень извиняюсь. На следующей неделе я не смогу с тобой встретиться. В чем дело? Очень просто. На следующей неделе будут передавать по радио мою композицию, которую я сочинил. И мне очень важно послушать, как ее играют в оркестре и передают по радио. Мне это очень важно все-все-все проследить. Репортер попросил разрешения присутствовать в то время, когда будут проигрывать эту композицию. Ну, конечно же, он согласился. На следующей неделе они встретились и по радио начинают играть композицию, которую этот композитор сочинил. Сидят, слушают, слушают, композитор внимательно, внимательно вникает в каждый звук, в каждый инструмент. И вдруг он скакивает так сильно. Что это такое? Как они могли? Не хватает 14-й скрипки. Невозможно. Вся композиция испортилась. И так он переживал. И не мог себе найти место. не мог успокоиться. Репортер был в недоразумении. Что такого? 14-я скрипка. 13-е было. 13-е сыграли. В чем проблема? Как это понимать? Сказал ему композитор на его вопрос. Дорогой мой, что ты думаешь? Я просто так ставлю здесь скрипку, здесь барабан, здесь еще что-то, еще что-то. Это так не бывает. У меня все, все, все продубано. Каждая скрипка есть время, когда она должна проиграть. Каждый инструмент у него есть своя цель. Есть то время, когда он должен произвести свой звук. Если этого нету, нарушается вся композиция. Вся вот эта система, которую я составил, она нарушается. И не получается то, что должно было быть. репортер не мог поверить. Он поехал в студию, в радиостудию и спросил, была ли 14-я скрипка. На это ему сказали, на самом деле скрипач 14-й скрипки заболел и не мог приехать играть со всеми вместе в оркестре. И поэтому на самом деле не хватало. Репортер был в ужасе. Как можно было такое заметить? Но тот, кто составил эту композицию, ему на самом деле принципиально. Он знает, в чем смысл этой скрипки. То же самое мы в этом мире. Всевышний сотворил нам прекрасный мир. Для чего? Для того, чтобы нас наградить хорошей наградой, заслуженной наградой нашими поступками. Каждый поступок, что мы делаем, есть в нем смысл в этом мире. Всевышний не зря нас сюда спустил. Каждого из нас он привел в этот мир для того, чтобы исправить всю композицию творения. Каждый еврей, какой бы он маленький ни был, не может ни в коем случае сказать, какой вам смысл. что я нужен вообще в этом мире. Никак не может это сказать, потому что сам факт, то, что он находится в этом мире, это значит, что без него мир обойтись не может. И поэтому это дает нам очень сильное укрепление веры и очень сильное подбодрение в нашей службе Творцу делать его волю в этом мире, исправлять миры и каждый со своего места. Хорошей недели и всего хорошего. твое 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 Продолжение следует...